Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова О подвиге Героя Советского Союза расскажет Шерифат Лепшокова. Халмурза Кумуков — гордость нагайского народа и всей Карачаевой Черкесии. Его бюст установлен здесь. На Леи Героев в Парке Победы напоминает нам о его беспримерном подвиге. Он погиб, закрыв с собой амбразуру немецкого пулемета, но остался в вечности. Монумент на Леи Героев — один из нескольких установленных Халмурзе Кумукову в республике. Каждый год сюда приходят люди, чтобы отдать дань памяти погибшим в самой кровопролитной войне в истории человечества. Имя героя золотыми буквами вписано в летопись Карачаева Черкесии. В августе 43-го у села Сухознаменко Харьковской области Украины он повторил подвиг матросова, закрыв с собой амбразуру вражеского пулемета. Это было решение не восторженного юноши, а 30-летнего мужчины, отца двоих детей. Командир роты позже вспоминал, солдаты не могли двигаться вперед, сдерживал немецкий дзот. Уничтожить его первым вызвался джигит из Кавказа, ставший на фронте коммунистом. Не задумываясь, Халмурза пошел навстречу смерти. Цель была достигнута. Неумолкаемый шум вражеской огневой точки затих. Рота прорвалась. И все увидели. Дзот был закрыт телом Халмурзы. Директор республиканской библиотеки Салых Абчаев, как никто, знает об истории этого подвига. Будучи школьником в ауле Кирульдевых, он случайно в газете прочитал среди повторивших подвиг Матросова фамилию своего земляка. Тот еще мальчишкой в 30-х переехал из Иконхалка в Карачаевский аул. Работал трактористом в местном колхозе. Позже на кирпичном заводе. Со всеми неумолым Халмурза Кумуков женился на Шамшиятбатаевой. В семье росли двое детей, с которыми позже был дружен Салых Абчаев. Это он им расскажет о подвиге их отца. Статью школьника о герое напечатают в газете «Ленинское знамя». Его материал прозвучит и в пионерской зорьке. В Гирульдевых посыпятся письма со всей страны. Вот такой материал опубликовали, потом пошли уже звонки, потом уже конкретно мы начали заниматься. Приехал его командир роты стрельков из Украины. Встретился с их родственниками, в том числе с женой. И меня пригласили тоже, как вроде человека, который занимается этим делом. Я с ним разговаривал, очевидец, который видел его подвиг. Верный друг с обостренным чувством справедливости, не знавший усталости в работе. Халмурза славился в ауле своими шутками. Был великолепным танцором. На фронте пел однополчанам нагайские и карачаевские песни. Его любили за доброту и храбрость. Но так ценивши жизнь, в нужный момент он без сомнения расстался с ней. Я разговаривал с теми, с кем он работал. Я застал их. Например, Умаров Касым был такой уважаемый в ауле человек. Касым характеризовал его, значит, как действительно патриота. Был такой Кумуков, однофамилия с его председателем колхоза, тогда еще работал. И вот они очень интересно рассказывали о нем. То есть все это было заложено, значит, как говорится, родителями. Вот у него вот это воспитывалось, наверное, все-таки его коллегами, друзьями, товарищами. В 90-м звезду Героя Советского Союза вручили его дочери Зои. Подвиг Алмурзы Кумукова навсегда останется в памяти людей, как символ бесстрашия и беззаветной любви к родной земле. Шрифат Лепшукова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. К геройским поступкам и неравнодушию есть место и в наши дни. Неравнодушная жительница Черкеска при помощи волонтеров поисково-спасательного отряда и сотрудников полиции вернула домой потерявшегося пенсионера. В поисково-спасательный отряд добровольцев Карачаева, Черкесия и Кавказ обратилась жительница республиканской столицы. Она рассказала, что по пути следования из Ставрополя в республиканскую столицу подобрала на трассе неизвестного пожилого мужчину. В ходе разговора ей стало известно, что тот не помнит место своего жительства. Женщина обратилась к волонтерам, и они в свою очередь к сотрудникам полиции, которые оперативно установили личность и адрес проживания мужчины. Оперативники доставили пенсионера домой в село Важное. В настоящий момент, благодаря неравнодушной женщине, слаженной работе волонтеров ПСОД «Кавказ» и сотрудников полиции, пенсионер находится дома в кругу семьи. Какие национальные проекты реализуются на территории нашей республики? Какие задачи стоят перед прокурором при осуществлении надзора за реализацией национальных проектов? Какие мероприятия реализуются на территории республики в рамках этих проектов? И какие нарушения выявлялись прокуратурой при реализации национальных проектов? На эти важные темы. Сегодня в нашей студии ответит прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Карачаева-Черкесии Анжелика Чучаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Анжелика Викторовна. Доброе утро. Я рада видеть вас у нас в гостях. Тем более у вас сегодня, как говорится, дебют. Вы первый раз у нас на телевидении. И сразу такая серьезная тема, как реализация национальных проектов на территории Карачаева-Черкесской республики. Правильно? Да. Хочу вас спросить, какие национальные проекты реализуются на территории нашей республики? Вот расскажите. В 2021 году Карачаева-Черкесская республика принимает участие в реализации 11 национальных проектов. Самые наиболее реализуемые на территории республики – это национальный проект «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение». Вот такие нацпроекты. Затрагивают наиболее самые важные сферы жизни жителей нашей республики. Какие задачи стоят перед прокурором при осуществлении надзора за реализацией этих национальных проектов? Органами прокуратуры республики в соответствии с приказом генерального прокурора РФ и в соответствии с исполнения указов президента РФ осуществляется прокурорский надзор за соблюдением законов при реализации национальных проектов на территории республики. Особое внимание мы уделяем на расходование бюджетных средств. Также нами пошляется надзор за органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также подрядными организациями, которые реализуют национальные проекты. Соблюдение порядка осуществления закупок в данной сфере, соблюдение требований законодательства о контрактной системе. Неужели это все можно отследить, Анжелика? Конечно, мы мониторим все закупки. Нами обеспечено взаимодействие со всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления. Обмениваемся информацией, владеем всей ситуацией в республике именно касательно национальных проектов, потому что данный вопрос находится на особом контроле прокуратуры. Прокурорскими работниками на постоянной основе проводятся проверки в данной сфере. С выездом на места, где шляется строительство или ремонт объектов в рамках национальных проектов. Какой-то конкретики хотелось бы. Какие конкретные мероприятия? В настоящее время на территории республики в соответствии с заключенными государственными контрактами ведется строительство 60 объектов. Из них где-то 24 объекта являются объектами социальной инфраструктуры. К таким объектам, которые строятся на территории республики, к ним относятся детские сады, школы. В городе Черкесске построен дом-интернат для престарелых и инвалидов. Благоустраиваются территории. Кроме того, у нас ремонтируются дороги в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Строятся домокультуры, ФАПы. Например, если отметить национальный проект «Демография», то в рамках данного нацпроекта у нас еще производятся, помимо строительства объектов и ремонта социальной инфраструктуры, у нас еще производятся выплаты именно из бюджета Карачаево-Черкесской республики. Существляется ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей до достижения имя трех лет. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением, усыновлением первого ребенка, с рождением второго ребенка. А также у нас выплаты осуществляются по республиканскому материнскому капиталу. Данные выплаты, порядок предоставления данных выплат регламентирован нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъекта. И данные выплаты осуществляются из средств бюджета республики. Анжелика, скажите, пожалуйста, выявляются ли какие-то нарушения прокуратурой при реализации национальных проектов? И какие меры принимаются по их устранению? Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что данные нарушения выявляются. Мы выявляем их как и в работе органов местного самоуправления, в работе подрядных организаций, которые являются исполнителями контрактов, которые заключены в рамках национальных проектов. За истекший период 2021 года органами прокуратуры выявлено более 230 нарушений закона в данной сфере. В целях их устранения нами принято более 140 мер прокурорского реагирования, по которым более 100 человек привлечено к дисциплинарной административной ответственности. Данными мерами прокурорского реагирования мы устраняли нарушения закона, а также причины и условия им способствующие. Работа в данном направлении ведется наиболее распространенными нарушениями, которыми мы выявляем. Они касаются больше законодательства о контрактной системе. Это несоблюдение сроков исполнения контрактов, нарушение условий контрактов. Кроме того, выявляются факты бездействия со стороны органов власти по осуществлению контроля за ходом исполнения контрактов. Также выявляются нами нарушения при утверждении конкурсной документации. Будем надеяться, что этих нарушений будет мало, все меньше и меньше благодаря работе прокуратуры. Я благодарю вас за полезную и полную информацию и желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо. Астемир Борсов – молодой талантливый педагог дополнительного образования, который за пять лет своей профессиональной деятельности в качестве учителя завоевал сердца своих учеников и успел стать для них больше, чем наставник. Он учит разным техникам рисования и лепки, тем самым прививает художественный вкус, помогает им увидеть красоту в себе и окружающем мире. С творчеством учеников Сансея познакомилась Фатима Даурова. Найти преподавателя, который будет открыт к позитивному общению – это удача для обучающегося. Такой учитель прерывает свои объяснения, чтобы ответить на вопрос, не боится вести диалог и отвлекаться от академического изложения темы. Он весел, доволен своей профессией и не устает пересказывать одно и то же в поисках нужных слов для каждого ученика. Астемир знает, как важно новичку получать одобрение своих трудов, поэтому уважает творческий поиск самих ребят. Он не говорит загадками. Вместо непонятных выражений ученики слышат конкретный совет. Где поднять линию, изменить угол, а где сделать шире овал? У хорошего преподавателя нет двух одинаково рисующих, лепящих учеников. Даже если целая группа рисует один натюрморт, в каждой работе сохраняется индивидуальность автора. У Астемира знания не подменяются манерой. Все зависит тоже от ребенка, от характера. С каждым работаю индивидуально. Нельзя сказать, что всем одинаково это объяснять не получится. Поэтому работу выбираем, что больше детям нравится. Я им даю свободу выбора. Поэтому говорю, что сегодня хотите сделать, когда уже работу новую начинаем. И дети уже смотрят, выбирают. Иногда и в интернете смотрим, иногда сами придумываем. Вот уже пять лет Астемир работает в Хаббисском центре творчества детей и подростков. За это время молодой преподаватель успел заслужить любовь своих учеников, уважение их родителей и высокую профессиональную оценку коллег по творческой мастерской. Можете обратить внимание на эту выставку. Выставка персональная педагога дополнительного образования Борсова Астемира Заудиновича. Он у нас педагог, мастер, наставник, увлеченность своей работой, свою увлеченность передает детям. Дети тоже занимаются с большим интересом. Некоторые как хобби, другие выбирают себе профессию. В прошлом учебном году девочка, педагога Астемира, поступила в Краснодарский художественный университет и тоже начинала как хобби. А вышло, что она выбрала себе профессию. Мы видели, что у ребенка есть таланты, но какие, куда ее направить, не могли определиться. Один день она попросилась к Астемиру Заудиновичу. Она говорит, у нас появился в школе такой педагог. Ну, хорошо, посмотрите. В первый же день она пришла домой с готовым изделием. И, конечно, мы поняли, что раскрыли скрытые таланты ребенка. Естественно, отправили без сомнений к нему. Как родители я в ней замечаю, что она стала внимательнее, что больше привязана стала к культуре, и что она хочет больше заниматься искусством. Но когда твой ребенок ходит с удовольствием на эти кружки, это говорит о том, что преподаватель с ними хорошо занимается. Ученики Астемира Борсова активные участники, победители и призеры конкурсов детского творчества разных уровней. Эти удивительные фигуры и композиции слеплены маленькими ручками. Кто-то тратит на свое произведение день или два, а кто-то целый год трудится над каждой деталью, чтобы в итоге получилась такая красота. Гончарное ремесло усваивается детьми с интересом. Асиат и Снежана – две подружки, которые решили после кисти и холста научиться декоративной лепке. Именно здесь я получаю вдохновение, мне это очень нравится, я люблю то, чем я занимаюсь. У меня работает фантазия, я знаю, что мне нужно сделать, как все сделать. Такую профессию я бы не выбрала, у меня есть хобби, которым я буду заниматься, и мне кажется, очень долго. За три года у меня работы, ну, больше работ на рисовании, а сейчас это легко. Человек, несущий детям красоту мира искусств, уже выбрал свой путь. Теперь же он помогает осваивать детям тропинки, которые в лучшем случае для них могут стать профессиональной дорогой в будущее. А если они выберут другой путь, тонкое эстетическое восприятие мира, привитое учителем и наставником, поможет детям видеть прекрасное, в простом и наслаждаться этим. Фатима Дорова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Хабецкий район. В Черкесии открылся и работает спортивный клуб смешанных единоборств «Карачаев», которым бесплатно смогут заниматься все желающие. Главная цель – популяризация здорового образа жизни среди молодежи. В клубе созданы все условия. Для спортивного развития на открытии побывал Аслан Гирюгов. Смешанные единоборства в последние годы набирают большую популярность. Начинающие спортсмены вдохновляются профессионалами ММА и желают добиться тех же высот. Для успешных выступлений в этом виде спорта необходимо иметь широкий диапазон навыков. Именно с этой целью был создан новый спортивный клуб «Харачай», в котором дети смогут заниматься бесплатно. Здесь работают профессиональные тренеры по различным видам спорта. Президент клуба Арсен Чумаев отметил, что главная цель – привлечь как можно больше детей. Да, слава богу, администрация уделяет много внимания спорту, но я считаю, что все люди, которые могут, частные инвесторы, которые могут это делать, должны не ждать это от администрации. Каждый должен внести свой вклад, чтобы дети были в залах, а не на улицах или в гаджетах. Да, мы знаем, сегодня это беда. К желающим заниматься в новом клубе есть определенные требования. Тренироваться могут люди, не имеющие медицинских противопоказаний. Также есть возрастные ограничения. С 6 до 25 лет занимаются начинающие спортсмены. Старше 26 лет – профессионалы. На сегодняшний день каждый спортсмен, который сюда зашел, он счастлив. Потому что все спортсмены всегда мечтали заниматься в настоящем зале с профессиональным оборудованием, опытными тренерами. Тем более, интернета все смотрят, как известные спортсмены занимаются. У нас в каждой области свой специалист. Один специалист ставит борьбу, другой специалист – руки, третий – джиу-джицу. Ну, специально у нас штат 7 тренеров в каждой области, свой опытный тренер. Своими впечатлениями с нами поделились и воспитанники клуба. Зал очень хороший, красивый, все сделали на хорошем, все сделали отлично. А чем ты планируешь там? Здесь вольной борьбой и смешанным единоборствам по греху. Это основной борьбой и кросс-фильдом. Спортивные снаряды и тренерский состав, а также и сам дизайн нового клуба очень нравятся детям. Все это мотивирует их заниматься спортом и идти к своей мечте. Пройдет еще немного времени, и, возможно, наша республика узнает именно новых чемпионов. Аслан Гирюгов, Али Басанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну, а в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей. Хорошего продолжения дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok